Впервые в своей жизни принять участие в Аль-Классико может нападающий мадридского Реала Эммануэль Адабайор. Тагалецкий форвард прибыл в столицу Испании из команды Манчестер-Сити. Мадридский Реал взял его в аренду. И в последних турах, как в чемпионатах, так и востретях в лиге чемпионов, Эммануэль Адабайор начинает отрабатывать свой контракт. Давайте же с ним познакомимся поближе и узнаем, что ему понравилось или, может быть, не понравилось в Испании. Как Эммануэль Адабайор опишет свои сильные и слабые стороны? Ну, честно говоря, мне трудно сказать. Мне повезло, я высокий от природы, поэтому я хорошо играю в воздухе. Не могу сказать, что я медленный или очень техничный футболист, но мне кажется, что я игрок хороший. Я очень здорово могу завершать передачи партнеров с фланга, но это по-прежнему благодаря моему высокому росту. Я нападающий, мне платят деньги за то, чтобы я забивал голы. Вот это я и стараюсь делать. Эммануэль Адабайор очень доволен своим присутствием в составе команды Жузе Мауриньо, кто из партнеров удивил и поразил его. Откровенно говоря, все футболисты Мадридского Реала игроки топ-уровня. Но человек, который произвел на меня наибольшее впечатление, это наш капитан Икер Кассилис. Вы только на него посмотрите. Он играет на профессиональном уровне, причем на самом высоком профессиональном уровне уже более 10 лет. Последние три года для Кассилиса просто великолепно. Он выиграл чемпионат Европы 2008 года, чемпионат мира в 2010. И это не остановило его прогресс, его развитие и его желание добиваться в футболе большего. Такие люди достойны уважения. Что касается других игроков, ну, я неплохо знаю Криштиану Роналду. Это парень, будь здоров, какой красавец. Но АКК, на мой взгляд, это вообще один из лучших футболистов в мире. Я очень рад иметь возможность выступать вместе с ними. Большую часть своей карьеры африканский нападающий провел на Туманном Альбионе. Сначала он выступал за Арсенал, чуть позже за Манчестер Сити. Значит, он один из тех, кто может сравнить две самые сильные лиги, которые сейчас есть в футболе. Английскую и испанскую. Ну, ни для кого не секрет, что в английской премьер-лиге очень большое внимание уделяется физическому состоянию футболистов, наращиванию мышечной массы и так далее и тому подобное. Поэтому играть в футбол там чуточку труднее. Но, с другой стороны, вы никогда в Англии не увидите таких техничных футболистов, как те, что играют в чемпионате Испании. Здесь футбол, с вашего позволения, более вкусный, более искусный, поэтому есть свои зрители, и их немало именно у испанской премьеры. В общем-то, я считаю, что обе лиги, они для меня вполне подходят, поскольку я мог неплохо играть в Англии, и сейчас стараюсь как можно быстрее адаптироваться в Испании. Так что выбрать какую-то из них мне очень трудно. Сейчас у Эммануэля Адебайора появляется редчайшая возможность. Не каждому футболисту за свою профессиональную карьеру удастся сыграть в Эль-Классику и понять на себе, что же это такое. Эль-Классика